Вечеринки, которые мы посадили в грудь. Ноу-хау от волгоградских школьников или как выглядит конструкция вертикального озеленения. Корреспонденты МТВ посетили необычный зеленый уголок и узнали, где ребята выращивают саженцы деревьев и кустарников. Ваши посетители должны быть в масках. Проверка на безопасность. В Волгоградском торговом центре прошел очередной рейд по соблюдению антиковидных мер. Подведем итоги вместе. Весенне-летняя навигация откроется в областной столице уже 5 марта. По каким направлениям будут курсировать теплоходы? Мне очень хотелось петь и мне это нравится занятие. Дыхательная гимнастика, распевка, работа с текстом и микрофоном. Как проходят занятия в вокальной студии «Друзья»? В гостях у лауреатов международного фестиваля «Дорой Микс» побывала наша съемочная группа. Сегодня ей могло исполниться 98. В Волгограде вспомнили знаменитую советскую поэтессу Маргариту Агашину. Глубоко, человечески понятны и чувства, и слова. С поклонниками творчества великой поэтессы пообщалась Дарья Коломыченко. Здравствуйте. Вас приветствует информационная служба телеканала МТВ. В эфире «Большое время новостей» в студии Анны Корохова. Наши корреспонденты следят за развитием событий в регионе и областной столице. Расскажем о главном к этому часу. В Волгограде на бульваре вдоль проспекта имени Жукова представители компании-подрядчика приступили к обновлению главной бульварной аллеи. Реконструкцию второй очереди пешеходной зоны в границах от уже обновленного сквера до Самарского разъезда специалисты выполнят в рамках регионального проекта формирования комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда». К благоустройству общественной территории в Дзержинском районе рабочие приступили в декабре 2021 года. В зимний период, когда позволяли погодные условия, подрядчики удалили со второстепенных тротуаров изношенное покрытие площадью около 3,5 тысяч квадратных метров и старый бордюрный камень. В ближайшее время специалисты приступят к монтажу поливочного водопровода, прокладки, кабелей для линий наружного освещения. По завершении работ вдоль бульвара расставят лавочки и урны. К уже существующим растениям муниципалитет дополнительно высадит 500 крупномерных деревьев и более полутора тысяч кустарников. На территории также появятся 2500 чайных роз. Зеленые зоны украсят светящиеся арт-объекты в виде зонтиков и цветов. В 2021 году рабочие привели в порядок первую очередь бульвара вдоль проспекта Жукова. Она сразу же стала центром притяжения жителей. Помимо бульвара вдоль проспекта имени Жукова в Дзержинском районе в 2022 году в Волгограде в рамках реализации федерального проекта планируют реконструировать деленую зону возле железнодорожной станции за канальную и общественную территорию, прилегающую к музею-заповеднику Старая Сарепта в Красноармейском районе, реконструировать пешеходные зоны по улице Коммунистической и Ленина в Центральном районе. Продолжится обновление сквера на площади Чекистов в Ворошиловском и еще одного участка пешеходной зоны вдоль улицы Дзержинского в Тракторозаводском районе. На бульваре вдоль улицы Титова в Краснооктябрьском специалисты начали благоустройство в конце 2021 года. Работа по формированию комфортной городской среды в Волгограде ведется системно с 2015 года. За это время муниципалитет вначале самостоятельно, а затем при поддержке федерального бюджета привел в порядок почти 60 парков. С приходом тепла в Волгограде проверяют, как объекты уличной дорожной сети перенесли зиму. Состояние покрытия на городских проездах представители муниципалитета обследуют в каждом районе областной столицы. Сегодня с рабочей поездкой в советский район посетил глава Волгограда. Совместно с руководством районной администрации департамента городского хозяйства Владимир Марченко оценил состояние дорог по улице Тимирязева и Тбилисской, после чего были приняты важные решения по их восстановлению. Улица Тимирязева является по сути единственным выездом из расположенного здесь нового подстроенного комплекса, этого Комарова. Все люди стремятся выехать по этой дороге. Трафик в утренние часы по улице Тимирязева в советском районе Волгограда такой же оживленный, как и на магистралях в центре города. Накатанная грунтовка соединяет новый жилой район со второй продольной. В прошлом году в межсезонье дорогу локально отремонтировали специалисты муниципального предприятия. На сегодня почти километр покрытия уже требует комплексной реконструкции. Эту улицу мы в этом году ставим в план и ее срок постановим до 1 февраля. Еще один объект проверки – дорога по улице Тбилисской в микрорайоне Верхняя Ельшанка. В целом полотно после зимы находится в удовлетворительном состоянии, в том числе благодаря современному локальному ремонту в рамках текущего содержания. Вместе с тем глава Волгограда обратил внимание на ряд участков с крупными дефектами, которые необходимо устранить путем укладки асфальтобетонных карт. Обновление полотна крупными участками также будет выполнено в текущем году. В целом дорога еще соответствует нормативным требованиям, но необходимо ремонт ее отдельными участками, потому что эта улица является тоже основополагающей для поселка Верхняя Ельшанка. Новый метод ремонта картами уже подтвердил свою эффективность. Технология дает возможность сохранить дороги в нормативном состоянии длительное время. По итогам инспекционного выезда глава Волгограда дал поручение внести дорожные объекты в советском районе в план комплексного ремонта и привести их в порядок уже в 2022 году. В рамках инвестиционного соглашения администрация Волгограда получает четыре однокомнатные и три двухкомнатные квартиры. В них выполнена чистовая отделка, установлена сантехника и газовые плиты. Перед приемкой жилья сотрудники муниципалитета и специалисты убедились, что помещение полностью готово для заселения. Квартиры предоставят жильцам аварийных домов, расположенных в том числе в Краснооктябрьском районе. Вблизи от жилого комплекса, где мэрия приобрела жилье для волгоградцев, проходят крупные дорожные магистрали, расположены детский сад, школы, медучреждения, магазины и рынок. По соглашению участок, где был возведен многоэтажный дом, был предоставлен застройщику в аренду в упрощенном порядке при условии передачи муниципалитету более 4,5% жилой площади. На территории Волгограда реализуются несколько десятков аналогичных проектов. Также расселение жителей областной столицы реализуется в рамках регионального проекта обеспечения устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, нацпроекта «Жилье и городская среда». Уже с 5 марта в областной столице откроется весенне-летняя навигация. Начнет работу речное направление «Волгоград-культбаза». До 24 марта теплоходы будут свершать по 4 рейса 4 раза в неделю. Также на остров Сарпинский теплоходы будут курсировать ежедневно в 8.15 и 15.30, возвращаться обратно в 9.30 и 16.40. Бесперебойно продолжает работать направление руднего острова Сарпинский. Теплоходы каждый день свершают по 10 рейсов. Стабильная работа этого маршрута обеспечила бесперерывное сообщение с островной частью Кировского района Волгограда. Причем с приближением дачного сезона число рейсов будет постепенно увеличиваться. Транспортное сообщение между материком и островом Сарпинским улучшилось после того, как в 2017 году речные перевозки взял под контроль муниципалитет. Каждый год количество пассажиров, перевезенных судами Волгоградского пассажирского порта, растет. Так, в конце 2021 года это число достигло почти 465 тысяч человек. Подготовку к началу пассажирной кампании и дальнейшую реализацию инвестпроектов на сельхозпредприятиях региона обсудили сегодня на заседании Совета по вопросам развития сельских территорий и АПК Волгоградской области. На площадке СП Донское в Калачевском районе его провел губернатор Андрей Бочаров. Глава региона ознакомился с результатами реализации инвестпроекта на сельхозпредприятии. Благодаря модернизации площадки удалось в разы повысить ее конкурентоспособность. С 2015 года здесь построили три коровника, более чем на 2000 мест, доильно-молочный блок и другие инфраструктурные объекты. В 2021 году сданы в эксплуатацию третий, четвертый и девятый этапы комплекса. Реализация проекта продолжается. Пятый и шестой этапы планируют завершить уже в этом году. Почему мы очень внимательно относимся к терятиям? Потому что мы понимаем прекрасно, что производство должно быть на территории Российской Федерации. И производство должно быть здесь. Сегодня обеспечивают себя, а следующий этап это будет для сельхозпроизводителей Волгоградской области и России. Разговор об импортозамещении и реализации инвестпроектов продолжился на заседании Совета по вопросам развития сельских территорий и АПК региона. Губернатор отметил, что АПК Волгоградской области завершил 2021 год с хорошими результатами. Практически по всем направлениям работы у нас отмечается положительная динамика. И опять же я отмечу, что это несмотря на то, что предприятия агропромышленного комплекса Волгоградской области работали в сложных погодных условиях. В 2021 году собрано свыше 4 миллионов 100 тысяч тонн высококачественного зерна, из которого более 90% пшеницы продовольственного класса. Продолжается реализация инвестиционных проектов, а их в активной фазе сегодня порядка 180. Общая стоимость составляет свыше 40 миллиардов рублей. Состояние отрасли устойчивое, в том числе благодаря системной господдержке. Она оказывается более чем по 30 видам и направлениям. И за год составит порядка 4,5 миллиардов рублей. Мы понимаем, что отрасль сейчас работает в достаточно непростых условиях, опять же связанных с сложными природными условиями, добросовестной конкуренцией и определенными ограничениями со стороны зарубежных стран. Но мы, уважаемые коллеги, все, показываем хорошую динамику АБК, реализуем намеченные проланы и проекты. 1077 жителей региона заразились коронавирусом за минувшие сутки. Такие данные сообщает региональный оперативный штаб. В Волгограде – 406, заболевших. В Волжском – 38. В муниципальных районах самые высокие показатели, зафиксированные в Лавлинском и Светлоярском. Там заразились 89 и 77 человек. Соответственно, полную картину вы видите сейчас на экране. К сожалению, за минувшие сутки от ковида и его последствий скончались 17 человек. Победить инфекцию смогли 1937 волгоградцев. С 1 марта сотрудники налоговых инспекций Волгоградской области возобновили прием граждан в штатном режиме. До этого его вели только по предварительной записи. Но большинство жителей региона все равно предпочитают получать услуги онлайн с помощью интернет-сервисов ФНС. Это существенно экономит время и по-прежнему актуально в период пандемии. Светлана Ларикова узнала, как решить свои налоговые вопросы всего за несколько кликов. Оплатить налоги, получить уведомления и заполнить декларации. С помощью личного кабинета налогоплательщика для физических лиц можно онлайн решить множество важных вопросов. Поэтому этот сервис становится все более популярным среди граждан. Нина Витковская решила обратиться в инспекцию, чтобы получить пароль от личного кабинета и в будущем существенно экономить свое время. Мне знакомая посоветовала, говорит, очень хорошо открыть личный кабинет. Я, говорит, оттуда все квитанции распечатываю, не хожу в налоговую за ними. Ну, и я решила тоже получить личный кабинет и смотреть свои налоги. Как лучше спланировать визит в налоговую, знает и Светлана Лосева. Волгоградка часто пользуется сервисом онлайн-запись на прием в инспекцию. Для этого необходимо всего пара минут. Заполнить на сайте налоговой службы свои данные, выбрать нужную услугу и записаться на удобное время. Обратилась в налоговую для получения свидетельства об ННН. Но в окошке мне сказали, что вы могли бы, и не выходя из дома, воспользоваться онлайн-сервисом и зайти в личный кабинет налогоплательщика и получить всю нужную информацию и документы в том числе. Ежедневно за предоставлением государственных услуг в операционный зал инспекции обращается более 200 налогоплательщиков, которые записываются на прием через сервис ФНС России. Большинство налогоплательщиков привыкли к удобному режиму работы, оценили возможность экономии своего времени, легко ориентируются в окнах приема. Те налогоплательщики, которые впервые пришли в инспекцию для получения государственной услуги, администратор операционного зала помогает с выбором услуги необходимой. Марина Ганьшина в личном кабинете уже зарегистрировалась, поэтому для заполнения декларации 3НДФЛ ей не пришлось никуда ехать. Все необходимые документы девушка отправила во время обеденного перерыва и всего за несколько кликов. Все подгружается автоматически в личном кабинете. Остается только подписать неквалифицированной электронной подписью и подгрузить сканы подтверждающих документов. Очень экономит время, на самом деле занимает минут 15 максимум. Решить большинство вопросов можно бесконтактно, в формате онлайн. Для этого на сайте ФНС России функционирует более 70 сервисов. Тем, кто все же решил посетить налоговую лично, необходимо соблюдать все меры предосторожности во время пандемии. Хотелось бы попросить жителей нашей области с пониманием отнестись к требованию Роспотребнадзора не посещать инспекцию с признаками простудных заболеваний, позаботиться о своем здоровье, соблюдать рекомендации по профилактике недопущения распространения коронавирусной инфекции, ну а также максимально использовать электронную форму взаимодействия с нами, то есть без посещения инспекции лично. В случае возникновения вопросов налогоплательщики могут обратиться за консультацией в единый контакт-центр или по телефонам отделов инспекции. Они указаны на сайте налоговой службы в разделе «Контакты». Светлана Ларикова, Глеб Волков. Время новостей. В торговых центрах Волгограда всегда оживленно. Ежедневно их посещают тысячи жителей областной столицы. К сожалению, те, кто хочет приобрести необходимые товары или развлечься, не всегда соблюдают необходимые меры против распространения коронавирусной инфекции. Сегодня представители Роспотребнадзора, профильных комитетов администрации регионной полиции провели рейд в ТРК «Европа». Об отмеченных нарушениях расскажет Регина Федина. Это не первый рейд в этом торговом комплексе по соблюдению положений постановления номер 179 губернатора Волгоградской области. При входе в помещение охранник измеряет температуру и просит посетителей надеть маски. Продавцы одного из торговых отделов получили замечание, что не могут обслуживать покупатели без средств индивидуальной защиты. Ваши посетители должны быть в масках, и только в этом случае вы можете их обслуживать. Это касается и вас. В спортивно-развлекательном комплексе нарушений не было обнаружено. В кинотеатре билеты продавали с учетом социальной дистанции. Персонал обращает внимание на наличие масок и QR-кодов. В одном из отделов участники рейда заметили серьезные нарушения. Продавец без средств индивидуальной защиты обслуживал покупателя, который также был без маски. Как выяснилось позже, сотрудник не умеет проверять QR-коды. Владельцы магазина пригласят в Комитет промышленной политики и торговлю в Волгоградской области для составления протокола об административном правонарушении. В соответствии с кодексом об административных правонарушениях, это часть первая, статья 20.6.1. В случае нарушения по данной статье, меру пресечения выбирает районный суд. Это может быть как предупреждение, так и штраф от 30 тысяч рублей для индивидуального предпринимателя. Подытожив результаты проверки ТРК, сотрудники Роспотребнадзора, профильных комитетов и полиции пришли к выводу. Регулярные рейдовые мероприятия однозначно приносят свои плоды. Хочется отметить положительную динамику не только в этом торговом центре, но и в других. В целом количество нарушений уменьшилось. Хозяйственные субъекты более ответственно стали относиться к безопасности и соблюдению текущих антиковидных требований. Единственное, вот одно нарушение выявили по всему торговому центру. По каждому случаю нарушения масочного режима проводятся профилактические беседы, чтобы напомнить и предупредить волгоградцев об опасности халатного отношения к собственной безопасности и безопасности окружающих. Только общими усилиями мы можем противостоять пандемии. Регина Федина, Роман Седлецкий. Время новостей. А сейчас краткий обзор самых читаемых публикаций информационного портала mtv.online. Волгоградские врачи могут отправиться добровольцами в ДНР и ЛНР. Рассматривается вопрос о формировании отдельной группы медиков, которые будут оказывать помощь жителям народных республик. Читайте подробности на нашем сайте. До 8 марта продлен запрет на полеты в 11 аэропортов Юга России. Полный список на МТВ онлайн. Отмены QR-кодов ждут волгоградцы после новых рекомендаций Роспотребнадзора. В 14 российских регионах QR-коды уже отменили. Так же, как и другие ограничительные меры. На карантин из-за ОРВИ в Волгоградской области ушли две школы и один детсад. Заболеваемость постепенно снижается. Озвучим цифры. Уже 98 тысяч волгоградцев прошли диспансеризацию с начала года. Из них 50 тысяч – это дети. Где и как можно пройти обследование. А также, что можно и чего нельзя делать в первый день весны. Ни во сколько жителям Волгоградской области обойдется стопка блинов. Сверяем цены на продукты. Все это и не только читайте на сайте МТВ онлайн. Волгоградские школьники придумали и создали конструкцию вертикального озеленения. Современный зеленый уголок активисты детского экологического парламента средней школы номер 54 обустроили в кабинете биологии. С прошлого года на базе учреждения реализуют новый экопроект «Проросток». В планах оборудовать теплицы, где ребята будут выращивать саженцы деревьев и кустарников. К себе в гости участники проекта пригласили главу Волгограда Владимира Марченко и рассказали о планах озеленения всего советского района. Черенки некоторые посадили в грунт, некоторые в воду. Экскурсию по кабинету биологии для главы Волгограда учащийся 54-й школы Полина Марухнич проводит уверенно. О зеленом уголке в кабинете биологии знает все. На подоконниках проростки дубов на скамье напитываются влагой черенки ивы и берючины. После школы я собираюсь поступать на биоинженерию. И одним из направлений очень актуальных является агробиотехнологии, которые как раз-таки включают различные селекционные работы, которые будут очень важны в озеленении. К реализации проекта «Проросток» старшеклассники подошли с интересом. Горшки с рассадой они объединили в комплекс вертикального озеленения с капельной системой полива. Дальше больше. Планы школьников масштабные. Превратите весь советский район в зеленые легкие города-героя. Мы с детской инициативой обратились к руководству, к администрации и предложили проект «Проросток». Нас поддержали. Это изначально были дубы, что мы, дети, высадим дубы сначала у нас в школе, а потом уже перевезем по региону. Навыки по обращению с рассадой выпускники 54-й школы бережно передают юным участникам проекта. Нам рассказали про нашу команду, экологический детский парламент. Ездили в Волгогов-Тумбинскую пойму, собрали там желудь, посадили они у нас растут. И мы уже готовы их высадить в школьный наш питомник. В экологическое волонтерство ученики 54-й школы вовлечены с первого класса. В школе действует детский экологический совет. А новый проект «Проросток» поможет сформировать у подрастающего поколения основы экологической культуры, бережного отношения к природе и определиться с профессией. Кто-то посадил три семени, у всех трех взошло. Он говорит, смотри, у тебя легкая рука, тебе надо заниматься этим делом. То есть у ребят говорят, а что еще можно посадить. Аграрный университет очень заинтересован в ребятах, именно чтобы они выбирали свою профессию не случайно, а целенаправленно. С приходом весны проростки деревьев, кустарников и цветов переместят в теплицы питомника, который оборудуют на территории 54-й школы. Он предполагает отделение для посева, черенкования и других видов работ. Как только саженцы достигнут нужного размера, их пересадят в парки, скверы и бульвары, а также на придомовые территории советского района. Грядки будут обустроены специальным таким брусом, чтобы это было все и эстетично, и подойти можно было и поработать, чтобы было приятно. Также от Ракария будет расположена теплица небольшая, где мы можем в ранний период, например, в феврале, мы можем уже что-то высадить. Следят за состоянием саженцев в закрытом грунте и совсем юные агрономы. Детский сад номер 348 и школа 54 – пилотные площадки для реализации проекта проросток. Сейчас к ним присоединились и ребята еще пяти школ и пяти детских садов советского района. В дальнейшем вовлечь в общее дело по экологическому оздоровлению городской атмосферы планируют школьников и дошкалят всех районов областной столицы. Анна Рябова, Екатерина Кудряшова, Роман Седлецкий. Время новостей. Сейчас реклама, а затем коротко о погоде. Сегодня ночью и завтра днем в Волгограде существенных осадков не предвидится. Возможен туман. Ветер северо-восточный 3,11 метров в секунду. Температура воздуха ночью около нуля, днем плюс два, плюс четыре. В Волгограде в первый день весны вспомнили знаменитую советскую поэтессу Маргариту Агашину. Ей повезло родиться 29 февраля в Високосный год, но свой день рождения она всегда праздновала 1 марта. Сегодня ей могло исполниться 98. О ее замечательном творчестве, стихах, личной жизни поклонники таланта поэтессы говорили на встрече в литературной гостиной. «Если бы мне начать сначала, я бы так же начала». То ли просто помолчала, то ли чего подождала. Ко бы мне начать сначала, я бы так же начала. Невысокая, светленькая в очках и очень скромная. Она буквально расцветала, выходя на сцену и могла с легкостью найти общий язык с любой аудиторией. В ее стихах каждый находил себя. Это было единственным, ради чего она писала. Но больше стихи Агашиной все-таки ценили женщины. Поэтесса с непростой судьбой писала о любви, верности и изменах, жажде счастья и одиночестве. «У Маргариты Константина в поэзии все это очень тонко, очень глубоко и очень качественно скрыто. Именно вот это вот женское, глубокое, тонкое, то, что хочет вырваться. И женщина всегда это почувствует и поймет». От многих других поэтов Агашину отличала неиссякаемая любовь к людям, любовь абсолютная. Ее душевная открытость и способность сопереживать буквально каждому перетекали в стихи. Женская лирика и произведение о Сталинграде, ставшем для нее родным. Вот два кита поэзии Маргариты Агашиной. «Глубоко, человечески понятны и чувства, и слова. Трогает, поскольку человек не здешний, приезжий. Но так полюбить город, наверное, удается мало кому». Волгоград стал для Агашиной домом и местом силы. Она говорила, что если бы не осталась на Волжской земле, возможно, и не писала бы вовсе. Волгоград свел поэтессу из Григория Пономаренко. Он пишет музыку к ее лучшим произведениям. Песня растет в Волгограде «Березка» в исполнении Людмилы Зыкиной. Дарит авторам необъятную любовь народа. «Но есть в Волгограде березка, увидишь и сердце замрет». Сегодня песни на стихи Агашиной считаются народными, а ее произведения продолжают читать с особым удовольствием. Они не теряют актуальности. «Что впереди? Звезда неясная или тот последний смертный бой? Но все святое, все прекрасное успеть отдать, не взять с собой. Вот мы и пишем, посвящается». Очень интересная, наполненная встреча. И эти поэты, любимые наши поэты, не забыты в этом городе. Память о Маргарите Агашиной, почетном гражданине города-героя Волгограда, бережно хранят. В 2004-м на пересечении проспекта Ленина и улицы Ленина среди березок установили памятник поэтессе. Дом номер 3 на аллее героев украшает мемориальная доска Агашиной. С 2019 года ее имя носит Центральная городская библиотека. Традиционно волгоградские школьники участвуют в литературных агашинских чтениях. А в Краевеческом музее представлено более 500 экспонатов мемориальной коллекции поэтессы. Дарья Коломыченко, Андрей Кирсанов. Время новостей. Лауреаты первой степени международного фестиваля «Дорэмикс» «Серпантин искусств» в номинации «Эстрадный вокал-ансамбль». Представители большого, дружного и очень творческого коллектива культурно-досугового комплекса 21 век вновь заслужили признание специалистов. Инара Крюкова, руководитель вокальной студии «Друзья», передает свои бесценные знания и опыт юным звездочкам. О новых достижениях юных талантов и их педагогов расскажет Лейла Джумалиева. Дыхательная гимнастика, распевка, работа с текстом, движение на сцене и работа с микрофоном. Маленькие звездочки проходят большой курс теории и практики. Совладать с переживаниями бывает непросто, но в студии научат и этому. Не забывай, что самое главное в выступлении? Улыбаться. Улыбаться, передать эмоции зрителям. Пение только на первый взгляд легкое занятие Ирине Сафоновой 12, но она уже знает, как важно относиться к своему делу с полной серьезностью. Девочка успевает посещать две вокальные студии и музыкальную школу. Владеет не только голосом, но и фортепиано. У малютки всего один выходной, но она нисколько не жалеет. Мне очень хотелось петь, и мне это нравится занятие. То есть петь, развивать свой голос, и это очень прикольно. Я с радостью занимаюсь, я никогда не брошу это занятие. Добрая душа, грамотный руководитель и обладательница шикарного голоса. Инара Крюкова – человек искусства. Гитара, теплый вечер и душевные песни – ее воспоминания о детстве. Ее первым проводником к прекрасному был папа. В 14 лет девушка поняла, что пение для нее гораздо больше, чем просто хобби. В 16 стала руководителем своей первой студии. Закончила музыкальную школу, затем институт – профессионал своего дела с красным дипломом. Петь на 13 языках – легко. Вернувшись в Россию после работы в Японии, девушка поняла, как любит детей, а главное – свою работу. Почему взяла именно детей? Потому что если с раннего возраста начинаешь прививать себе хорошее качество, творчество, эмоциональность, отношение к людям, толерантность, доброту, все-всех хорошие качества, то, я думаю, по жизни человек вырастает всесторонней, развитой личностью. Музыкальный коллектив под руководством Инары – настоящая семья. Взрослые считают, нужно не только вырастить звезду эстрады, но и хорошего человека. Девушка проводит различные игры по сплочению коллектива. Инара Надыровна нам всегда говорит, что мы вместе – мы сила! Мы все очень дружные, любим играть. Когда знакомимся с новым человеком коллектива, мы играем в снежный ком. Музыкальному коллективу еще нет и года, но ребята уже отлично зарекомендовали себя. Они – постоянные участники мероприятий, посвященных знаменательным дням в истории нашего города и всей страны, различных конкурсов, в том числе международных. На международном фестивале «Дора Микс» «Серпантин искусств» в номинации «Эстрадный вокал ансамбль» участники коллектива «Друзья» под руководством Инары Крюковой стали лауреатами первой степени. Лейла Джумалиева, Анатолий Чернышев. Время новостей. Не забывайте посещать наши официальные страницы в социальных сетях, делитесь собственным мнением в комментариях. С полной лентой новостей можно познакомиться на нашем информационном портале mtv.online. А на сегодня это все. Хорошего вечера и до встречи.